Чемпион 28 боёв, 11 побед, включая 8 побед нокаута, 16 поражений при одной ничьи. Чемпион IWGV в тяжёлом весе, чемпион K1 World Grand Prix 2005, участник турниров Pride FC, Strike Force E3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Волшингтон, Соединённые Штаты Америки, там и господа, приветствуйте! Коцентрис Са! И его соперник красному клубу! Ему 31 гул, рост 193 см, вес 121,3 кг, профессиональный рекорд 27 боёв, 21 победа, включая 13 побед нокаутов, 5, сдачи, 3, решением 6 поражений! Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо! Пятикратный чемпион России по боевому самбо! Участник и победитель турниров Pride, Budok Fight и M1! Дамы и господа, представляющие команду АЕТИМ из Москвы, Россия! Встречайте, Александр Емельяненко! Дождались возвращения Александра Емельяненко. Именно под такой вывеской будет проходить этот бой с голым сапом. Вопрос по выбору соперников всё-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Бобса, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, вышел американский футболист. Понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Арнастом Хустом. Было, 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 было. С чем подошёл он сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предчаствовавших его в уходу из большого спорта, сейчас Александр в версии 2-0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждём от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И всё-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Чего-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе с залпа, но при этом по Сапуще надо попасть. Я думаю, что попадёт. Рано или поздно вопрос, когда, в каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушёл в защиту. Допивание, в принципе, спасительная защита. Всё, можно останавливать бой. Ну, как-то всё. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Лёгкое недоумение. Возвращение и реванш это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобное поединок возвращением с точки зрения де-юрода, де-факта. Судите сами, дорогие друзья. Здесь по-другому не скажешь. Оп, Сап упал. Не сказать, прям под...